Музыка Началось оперативное совещание с обсуждением мероприятий. На прошлой неделе произошло значимое для города событие – открытие стадиона. В субботу любители активного образа жизни смогли поучаствовать в велопробеге, а для детей устроили настоящий праздник красок. Эта неделя не менее насыщена событиями. На этой неделе впереди выходные ожидается тоже большое мероприятие – это городской 22-й туристический слет, который будет включать в себя 10 команд. И уже не только участники будут с города электрогорства, но и с других территорий. Традиционно турслет состоится в Орехово-Зуевском районе, на полях вдоль реки Дубенки. Сбор участников в пятницу 3 августа, подведение итогов в воскресенье 5 августа. Всех желающих жителей и всем, кому интересно это большое спортивное, туристическое событие, приглашаем посетить данное мероприятие. Мы очень активно и скрупулезно готовимся. Надеемся, что оно тоже пройдет у нас на высоте. Далее перешли к отчету о работе за прошедшую неделю. В управляющей компании «Эленком» аварии по сетям электро- и водоснабжения не зарегистрировано. Закончили опрессовку, продолжается ремонт подъездов. Также продолжаем ремонт плещных варшей полицеи, выходы пожарные в детском саду 40. Также продолжаем опрос правы, опрос карт по улице Айск-Верпомерных. Сегодня техника выходит на опрос территории для проведения полистического суда. Глава поручил рассмотреть замечания от жителей по уличному освещению. По уличному освещению жители дома Семашка, дом 1, жалуются, что врач компании проводят работу по уличному освещению с мая месяца. Обратите внимание, улица Глассон освещение, потом по Олениной 31-32, вот с Игорем Геннадьевичем, там в субботу. Да, вот, вы должны работу выводить. Подрядчики выходили, сделали, насколько я знаю, старые опоры выдернули, перевесили с нее светильник и протащили деньги. Но мы сегодня, видите, в вечернее время еще раз проверим. Да, проверить, когда мы контролируем. Также необходимо произвести демонтаж флагов. В компании МОСОБЛЭНЕРГО технологических нарушений не было, занимались текущими работами. По работам, значит, выполняли работу по текущей эксплуатации, по окосу, по опиловке, по списанию и показанию слов учета. И заканчивали работой по 35-й и 32-7-й подстанции, по монтажу дополнительных ячейек новых. На этой неделе планируем во вторник провести перевод с напряжением 0,23 на напряжение 0,4 кВт до МОТ-30, 32 и 20 кВт. То есть мы больше ждать не можем, потому что у нас старая подстанция, она уже все. То есть 100% износа. То есть ее будем отключать и переводить на новое. На данный момент работают две подстанции. Силы МБУ «Дорожное хозяйство» и «Благоустройство» были сосредоточены на окосе травы, уборке мусора и подготовке к зимнему периоду. Обоз и уборку прибавленной части, потому что уборка мусора защищалась даже выходные не в больших количествах. Подготовка техники и зимнему содержанию. Все остальное в рабочем порядке. В ТСН Ухтомского-9 занимались плановыми работами. В СХРУ – ремонтом входных групп. По-прежнему остается открытым вопрос о ремонте резинового покрытия на одной из детских площадок. Что у вас с ремонтом покрытия резинового детских площадок? Мы связались по телефону, который нам дали. Все равно у них очень большие объемы. Если они будут меньше, то нужно приехать в заливку, а это ТМ-11-1. Мы на прошлой неделе обнаружили на нескольких площадках такую же проблему. Нарушение целостности вот этого покрытия резинового. МОСАВТОДОР производил уборку приладковой части согласно нормативам. Выбираем приладковую часть, сметную мусор, в штатном порядке. Хорошо. Что с оборудованием дорожного смета? Сметную дорожную потратить. Ну, сейчас во время дождя, который ночью был, вынесло мне немножко. Сейчас мы ее убираем. В МКУ «Ритуал» проводили работу с обращениями граждан. Сотрудниками многофункционального центра «Мои документы» была оказана 951 услуга. В ЕДДС чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. 27 июля была проведена тренировка главным управлением МЧС России по Московской области, городским управлением Литрогорск. Оценка «Хорошо», без замечаний. После 7 и 112 поступило 58 вызовов, принято 249, 9 грошимым заявителям. Звонки в центре обработки вызова не переводились. Проводился контроль за патрулированным пожарно-опасным участком городского управления Литрогорск. Благодаря ему не обнаружено. Все вопросы решались в рабочем порядке. Доказа закончилась. О работе городской больницы информацию предоставил главный врач. Доброе утро. Всех в больнице здорово 99% в сердце, 5,5,2,4,4, дневных. Обращение за выходами 39. Провели дневный день с мансеризацией в субботу. С учетом данного дня исполнения по дисмансеризации 62% от годового плана. Также сегодня принимают и приступают к работе нового участка терапевтического терапевтического изучения Ирины Александровны. За прошедшую неделю произошел рост респираторно-вирусных инфекций. О санитарной и эпидемиологической обстановке информацию озвучила представитель территориального отдела Роспотребнадзора. Заболеваемость респираторно-вирусными инфекциями за счет организованных детей. По общему населению рост на 12,9%, среди детей на 23% и среди организованных на 55%. По всей видимости, дети из отпуска возвращаются, может быть здесь какая-то новая микрофлора. Рекомендация нашей, как обычно, утренние фильтры, допускать больных детей к посещению детских дошкольных учреждений. Острых кишечных инфекций не было зарегистрировано, что отрадно, потому что сейчас, в общем, как лето, идет везде рост. Но клещи, мы остаемся в лидерах по Московской области. Четыре случая присасывания клещей среди детей не регистрировались. Рекомендация прежней, соответствующая одежда, использование репеллентов. И, конечно, еще раз повторяю, клещи лучше снимать в условиях больничных учреждений. Если этого не происходит, все равно нет возможности обратиться в лечебно-профилактические учреждения. В обязательном порядке обращаться за превентивной терапией. Укусы четыре случая. Один нанесен безнадзорным животным в районе Вагдалимет. И вне больничных пневмоний три. Обычно вне больничных пневмоний у нас это показатель позднего обращения, своевременного обращения за медицинской помощью. Ну и они у нас регистрироваются, когда идет рост респираторно-вирусными инфекциями. Крайне напряженной остается ситуация по коре в Московской области. Заболевания регистрируются в 31 муниципальном образовании. Все заболевания, которые с экзантемами, обязательно необходимым больным обследовать на коре. В отделе культуры готовится к предстоящему туристическому слету. О прошедших и предстоящих мероприятиях рассказал начальник отдела. На прошедшей неделе, в пятницу, провели официальное открытие стадиона после капитального ремонта. Также в этот день нами была отправлена делегация на областной молодежный форум. Я, гражданин Подмосковья. В свод 28 числа у нас в городе проходил традиционный выставший велопробег. Также в этот же день на территории гостя Пускаски, в озере Стакановской, провели большой фестиваль. Фестиваль красок и фестиваль ручного искусства. Эти недели мы планируем и активно ведем подготовку к городскому туристическому слету. В отделе образования ведется подготовка к новому учебному году. На прошедшей неделе в образовательных организациях продолжились мероприятия по подготовке к новому учебному году. Также на прошедшей неделе все образовательные учреждения, руководители и коллективы учреждений приняли активное участие в субботнике, в открытии стадиона и в велопробеге. В пользу этого случая мы хотели бы поблагодарить руководителей и коллективы за то, что откликнулись и приняли активное участие. Пятого числа мы закрываем летние оздоровительные кампании на территории городского округа «Электрогорск». Но, тем не менее, с 1 августа у нас на базе ЦДО «Истоки» работает кратковременная группа пребывания для детей, досуговая площадка. Поэтому мы приглашаем всех желающих, ребятишек, приходите и прекрасно проведете время. В отделе социальной защиты занимались начислением компенсационных выплат. Основная задача – это своевременная передача списков жителей для открытия железнодорожного проезда. С ней справились на отлично. Хочу напомнить нашим жителям, что по решению Андрея Юрьевича Воробьева и Сергея Семеновича Собянина у нас появляется новая льгота. Это проезд на железнодорожный транспорт и ближайшие станции, где можно перекодировать по нашему направлению. Это Павловский посад, Фрязева, станции железнодорожные, Курский вокзал. С 15 августа на всех станциях Московской области, по нашей информации, будет производиться переподировка. Текущая работа, работа с обращением граждан – личный прием. И наше министерство подвело ежеквартальный рейтинг окружного управления в рейтинге номер один. Вы первое место занимаетесь? Да, приятная новость для нас, для всех. Молодцы, Владимир Анатольевич. Отдел опеки осуществлял работу с обращениями граждан, принимал участие в судебном заседании по родительским спорам, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, и в отборочном туре Ассамблеи замещающих семей, который проходил в Балашихе. И на прошедшем деле на территории городского округа Балашиха прошел отборочный этап Ассамблеи замещающих семей, где замещающие семьи вместе с детьми приняли участие. Дети делились своими творческими способностями, но наши семьи далее не прошли в главном участии. О количестве поступивших обращений в отдел полиции сообщил начальник отдела. За минувшую неделю в отдел полиции поступило 95 различных сообщений обращений граждан. На территории города зарегистрированы два преступления, которые проектируются как преступление небольшой тяжести. Полиции по этим преступлениям установлены, уголовные дела возбуждены, проводятся расследования. За различные административные подонарушения в отдел полиции доставлено 34 граждан. Глава рекомендовал обратить внимание на число жалоб от жителей на шум от мотоциклов. Обратите внимание, на адрес поступают жалобы от жителей по поводу мотоциклов, проезда мотоциклов по бульварам. Даже кто-то прислал фотографию, у меня умудрились проехать по границей крошке по озеру Стахановскому. Тот катается без глушителей, где-то там нарушения есть налицо. И люди жалуются, что мешают спать и в ночное время, и не очень себя подобающе ведут. Особенно на бульваре и вот стоянка, которая перед лидером. На железнодорожном вокзале график движений выполняется строго по плану. Военно-учетный стол ввел работу по снятию и постановке на учет граждан, прибывающих в запас. Денис Семенов выразил благодарность коллективам, организациям и жителям за проведенный субботник. Хотел поблагодарить все коллективы, в первую очередь администрации, управляющие компанией МГУ дорожного хозяйства, Михаила Юрьевича Кузакова лично, сотрудников управления именно образованием, отраслей образования и всех школ, садов, а также всех неравнодушных жителей, которые проживают на СНТ. За субботник, который мы с вами провели на прошлой неделе, было очень тяжело, потому что жара стояла в 30 градусов. Насколько я знаю, что там даже некоторым от такой работы было не очень хорошо. Я думаю, что мы это учтем в работе. Но на самом деле навели порядок на двух дорогах. Это подъезды к СНТ «Зеленый» и СНТ «Орион», и дорога СНТ «Белый мох». Там то, что в каналах находилось, наверное, на мой взгляд, десяток лет, а то, может быть, и два десятка лет, то, что удалось убрать, навести порядок. У нас также я за выходные отметил в городе три места, где тоже хочу навести порядок. Это в городе уже непосредственно. Там мне потребуется помощь управляющей компании «Ленком» Михаила Юрьевича Казакова и Олега Николаевича Мочилова. Я думаю, что мы с вами троим индивидуально проедем, посмотрим. Места все в городе находятся. Там, в принципе, все связано с вырубкой, с окосом и с сбором мусора. В городе началась подготовка к осенней высадке деревьев, которая пройдет 22 сентября. В Настовской области продолжается акция посадки деревьев. Мы вступаем в активную фазу. В этом году мы отдаемся к осенней посадке. Спасибо за конструктивное сотрудничество ЖКО и Управление образованием, учреждение образования. Просьба подключаться всем, кто раньше участвовал в этой работе. И большая просьба сегодня по возможности провести рабочую группу в Настовской области. Поэтому мы обращаем. На этом оперативное совещание было завершено. Редактор субтитров А.Семкин